В случае работы с задачами, они находятся у нас в модуле задачи и проекты. Мы в них переходим и можем здесь создавать задачи. Задачи создаются у нас через вот это меню, через добавить задачу, через вот это меню, через плюсик, либо через карточку клиента, в которой мы можем добавлять задачу в каждого клиента непосредственно, тем самым связывая эту задачу с этим конкретным клиентом, как только что было в компании «Гранат». Мы видим, что у нас вот это вот письмо входящее, оно у нас сформировало какую-то задачу. Но давайте мы сформируем задачу, которая будет независима от почты. Проверка связи, крайний срок, укажем это будет сегодня, вот во столько. Наблюдателем у нас будет Павел. Укажем дополнительные какие-то параметры, сделать подзадачи, пользовательские поля и так далее. То есть в данной ситуации ничего не будем указывать, мы выберем еще «Планирование сроков». Как принять задачу после завершения задачи. Поставить. И мы получили задачу, которая у нас проверка связи. Она находится в карточке клиента, мы можем начать выполнение. Завершить. Напоминания себе различные сделать из этой задачи. Ответственному постановщику, либо себе. При достижении данного времени у вас будет напоминание в этот вот колокольчик. О том, что задача. И ее нужно выполнить. В данной ситуации все информационные поля у нас, которые выводятся динамически, они находятся с правой стороны в карточке. Все статические поля находятся с левой стороны карточки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...